Зло, добро, интернет Обзор социальных сетей Здрасте, колбасти! Это программа «Обзор социальных сетей». Меня зовут Серёжа Георгиевич, и мы начинаем! Компания Apple выпустила новый iPhone 7 без разъёма для наушников. Ну кто же мог подумать, что люди будут готовы на всё, чтобы вернуть разъём в корпус смартфона? Например, автор следующего видео предлагает зажать iPhone 7 в тиски и при помощи дрели просверлить дыру диаметром 3,5 мм. Ну, чтоб подходило. Некоторые владельцы аппарата использовали инструкции видеоролика. Естественно, что гаджет с просверленным отверстием выходит из строя. А пока люди выкидывают по 80 тысяч на новый смартфон, герой нашей программы не обламывается и снимает видео-селфи, надевая солнечные очки и представляя себя Григорием Левсом. Нет, я молодой, просто седой, снег упал на плечи... Кто же это такой? Давайте разберёмся. Сергей Ксенофонтов. Между прочим, родился в столице угольного края, городе Кемерово. Свою первую песню исполнил в 4 года. Помимо музыки, Сергей пробовал себя ещё и в роли блогера. Например, во время своего незабываемого отдыха в Таиланде он снимал видео о супах. Суп называется Бол Цуки Эдж, стоит 30 бат. Девочка мне его готовить будет. Вот он уже готовый, подаёт мне его. Да и вообще, больше половины сюжетов у него о еде. Правильно говорят, сытый, добрый. А то я всё думал, почему лицо у Сергея такое вечно лучезарное. Так это потому, что он готовит много и кушает. Пока у меня не заурчал от голода живот, давайте заглянем в Инстаграм Сергея. Кроме фотографий своей любимой кошки, демонстрации кулинарных способностей, Сергей ещё и вдохновляет своих подписчиков харизматичными селфи и познаниями английского. Почти под каждой фотографией комментарий от автора на иностранном языке. Жаль только, что подписок у него намного больше, чем подписчиков. А это, собственно, нарушен золотой закон Эйнштейна. И всё же за столь душевный Инстаграм поставим ему пять. Паттайя, 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 жизнь проходит, как сказки моя. Паттайя, 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 и теперь ты навечно моя. Вот официальная страничка ВКонтакте. И она у Сергея совсем сдулась. Всего две фотографии. 85 человек и последняя запись аж 4 марта. И как поклонники только не забеспокоились. Куда же запропастился их обожаемый кумир, поэт-песенник? Не воодушевило меня это зрелище. Ну, тройка и только тройка. Хочется, хочется, хочется к тебе прижиматься. Хочется, хочется ласкать с тобой и купаться. И раствориться в небесно-лазурной капельной. И научить нас тому, что с тобой не умели. У этого столь обаятельного мужчины есть собственный сайт. Посмотрим. На нём вы можете послушать его песни, посмотреть видео с выступлений и клипы, узнать больше о жизни. Хотя, скажу так, что информации о личной жизни певца совсем маловато. Наверняка всем женщинам интересно, женат он или нет, есть ли у него дети, где он вообще живёт, в Москве или в своём родном Кемерово до сих пор. А то, какой мужчина пропадает. На гитаре играет, готовить умеет, настроение одним своим взглядом поднимает. Тигр, да и только. Я даже готов одолжить ему свою пижаму на какое-нибудь выступление. Шутка. За сайт поставлю пять с минусом. На этой прекрасной ноте, пожалуй, закончу. И побегу к холодильнику. А если вы, уважаемые, тоже хотите стать участниками программы «О чём поёт страна», то загружайте ваши бомбовские видео на шансон.тв. Ну, заходите на сайт, жмите на вкладку «О чём поёт страна», заполняйте все поля формы и, конечно же, конечно же, не забывайте читать условия соглашения. Ребята, помните, талантов много, страна одна. Это была программа «Обзор социальных сетей». Сергей Ксенофонтов, спасибо вам за творчество. До встречи на просторах этих ваших интернетов. Пока! Обзор социальных сетей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова